На этой неделе в районной администрации прошло совещание, на котором были подведены итоги санитарно-эпидемиологического благополучия в Славянском районе в 2018 году. В работе совещания приняли участие главы поселений, руководители структурных подразделений администрации, директора школ, заведующие детскими садами, представители отрасли здравоохранения. Какая эпидобстановка сложилась в нашем районе и каковы прогнозы на год нынешний, расскажут мои коллеги. Вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Славянского района стоят на особым контроле. При главе создана и работает санитарно-противоэпидемиологическая комиссия, на заседаниях которой рассматриваются вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки, профилактики инфекционных заболеваний, обеспечения населения качественной питьевой водой, проведения вакцины-профилактики и многое другое. Одним из главных показателей санитарного благополучия района является состояние здоровья населения, отметил начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Славянском, Красноармейском и Калининском районах Сергей Осмоловский. Он доложил, что в районе снижены показатели заболеваемости по ряду инфекционных болезней. Проводимая иммунизация населения в рамках национального календаря профилактических прививок позволила добиться отсутствия заболеваемости опасными острыми вирусными заболеваниями. Но на протяжении последних лет в районе отмечался рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. За последние два года в Славянском районе отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. В 2018 году зарегистрировано 647 случаев острых кишечных инфекций. Показатель заболеваемости 506,4 увеличился на 67% по сравнению с 2016 годом. Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями происходит за счет увеличения заболеваемости острыми кишечными инфекциями и неустановленной идеологией. Показатель заболеваемости которой в отчетном году 320 превысил показатель с 2016 года в три раза. При этом показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями и неустановленной идеологией уменьшился по сравнению с 2017 годом на 100%. Благодаря принятым профилактическим мерам, в том числе увеличение количества проведённых на предприятиях профосмотров, удалось снизить уровень заболеваемости туберкулёзом. Но, несмотря на положительную динамику, проблема остаётся острой. Для того, чтобы была возможность проверить максимальное количество населения, необходим передвижной флюорографический кабинет, который сможет выезжать в сельские поселения. Глава района поручил главному врачу Центральной районной больницы заняться решением этого вопроса. Работать с министерством по поводу этого передвижного флюорографа. Мы знаем, как наши жители на сегодняшний день, особенно в следственной местности, лечатся. Как бы поговорку можно говорить, за три дня до смерти не лечатся. Когда начинаешь вибрее, когда ничего не сделаешь. Когда уже бежишь, а там всё запущено, и попробуют всё увеличить. А похоробку должен быть, конечно, из флюоров, УЗИ все, которые должны быть. И мы хотя бы загонять, заставлять, больше объяснять и профилактировать все эти болезни, которые на сегодняшний день на последних стадиях не лечатся. В прошлом году была проведена большая кампания по вакцинации от гриппа. Благодаря тому, что была привита почти половина жителей, удалось избежать эпидемии. А сама болезнь проходила в лёгкой форме. В гриппе было привито, внимание, 67 629 человек. Или 53% от численности на сельскохозяйственной районной. Практически всё за счёт федерального бюджета. Чем больше мы прививаем, тем меньше регистрируют заболеваемости. И та, которая регистрируется, протекая в лёгкой форме, без осложнений, тем паче, без летальных исходов. Все случаи, которые в этот сезон были связаны с заболеваемостью гриппа, либо осложнениями, все они были зарегистрированы у лиц, которые были не привиты. Но есть и проблемные моменты, влияющие на санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, решать которые нужно незамедлительно. Прежде всего, это обеспечение населения качественной питьевой водой. В ряде поселений с этим вопросом есть проблемы. Роман Сенеговский потребовал от глав активизировать работу в данном направлении. Всё надо делать, вопросов нет, и цветы садить, и подметать, и уберить, и красить, и всё строить, вопросов нет. Но вода чистая важнее, чем всё остальное. Поэтому давайте, ребята, смотреть. От качества питьевой воды, своевременной вакцинации, правильного питания, от выполнения всех этих требований зависит улучшение санэпид-обстановки в районе, сохранение здоровья населения и увеличение продолжительности жизни. По итогам совещания был принят проект решения, в который вошли озвученные в ходе заседания проблемные вопросы, пути их решения, а также предложения по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».